Доброе время суток, друзья! Приветствую вас! И сейчас новые сплетни подоспели, новости, так как бой будет завтра у нас в Асе с Хосе Педрасом, и по этому вопросу тоже поговорим, потому что информация ко мне подоспела от Хосе Педраса. И, ну, с чего начнём? Ну, давайте начнём с первой интересной сплетни. Наверное, это всё-таки сплетни, друзья, потому что ещё не знаю точно, да это или не да. Но раз она в новостях, я сейчас вам озвучу её и постараюсь объяснить, то, что второй сезон боксёрской суперсерии может быть отменён. Отменён, ребята, он может быть по той причине, то, что, ну, как говорят, то, что есть всё-таки вот, есть же спонсоры, правильно, которые финансируют этот проект, второй сезон ВБСС. И вот эти спонсоры, некоторые дают деньги, некоторые отказываются давать деньги, не дают. Далее, это одна из причин. Вторая причина, это есть, ну, уже закреплённые гонорары за каждым бойцом. Ну, это значит, выиграет боец или проиграет, всё равно он получает энную сумму денег. Конечно, это заработок, да. Но за хорошее проведение боёв, ну, за победу, должны быть ещё какие-то бонусы. Вот эти бонусы, я так понял, выплачивают другие какие-то спонсоры. Не те, которые уже, ну, назначенные гонорары дают, а те именно другие спонсоры, которые, ну, денюжкой благодарят за проделанную работу, за тот труд. Ну, и, естественно, за выигрыш. И вот эти выплаты, они не делают, получается. И кому эту выплату не сделали, это боксёр такой, вы прекрасно помните, это Баранчик, это Белорус, который, помните, выиграл турнир и ничего не получил ещё до сих пор. А вот эти бонусы, они должны выплативаться в течение пяти дней. Видите, в чём дело, друзья. И поэтому, если, безусловно, если, безусловно, вот это, вот эти выплаты не будут, то, конечно, кто будет там боксировать и драться, это, конечно, вопрос. Ну, будем надеяться, что всё-таки разберутся они, найдут деньги, может, спонсоров, конечно, поменяют, и, ну, и всё-таки выплатят ребятам деньги. Но у меня, знаете, какая мысль? Я сейчас со своей колокольной вам объясню. Ну, второй сезон суперсерии, мы видим там, какие бои незрелищные и какие бойцы незрелищные. Вы видите, все, и я так думаю, то, что вот эти бои, они всё-таки не собирают того количества публики, зрителей, продаж, наверное. Может, я ошибаюсь, конечно. И поэтому уже спонсоры задумываются, а стоит ли вкладывать в этих бойцов, в эти бои, такие деньги? Вот в чём дело, наверное. Может, конечно, ещё раз повторюсь, ошибаюсь, друзья. Потому что такие незрелищные бои, которые мы смотрим, морщимся, с неохотой с такой, но мы всё равно смотрим, потому что, ну, болельщики своих бойцов, конечно. А для спонсоров, конечно, для спонсоров безразлично, там, кто за кого болеет, правильно, и кто кого смотрит. Им нужен какой-то доход. И этот доход, наверное, они не получают, как бы. Отдачи нету, наверное. И поэтому они, видите, начинают что-то не выплачивать. Если честно, друзья, второй сезон суперсерии мне тоже не нравится. И если бы я был спонсором, я бы, конечно, тоже, наверное, отказался спонсировать вот эти бои. Потому что красота боёв – это нокауты, конечно. Это желание бойцов выиграть, идти, драться, а не так, на тоненького. Побоксировать, как в любительском боксе. Или сумо заняться. Как помните, да? С Табити. Табити против Табити сумоист вышел. И фамилию не буду называть, чтобы лишний раз не огорчать человека. Ну, так оно и было, друзья. Мы же говорим, как оно есть. И поэтому вот эти вот фехтования кому они нахер нужны, безусловно. И, может, таких бойцов подобрали, не знаю. Может, уже бойцы поняли, что главное – это заработать деньги, а не главное – порадовать своих зрителей. И осторожничают, и не поймёшь, кто выиграл на 100%. Правильно? Ну, это уже моё такое предисловие. Конечно, это уже не 100%. Но то, что второй сезон под угрозой, об этом уже пишут, и об этом уже ребята говорят. Один иной и науэ оправдывает и вытягивает второй сезон. Правильно? Вот именно за счёт него можно продолжить дальше второй сезон суперсерии. А ему дать там двойной гонорар. Это будет правильно, я думаю. Иное и науэ. Так. Ну, вот такая сплетня. Первое, ребята. Второе. 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 Это Данте и Валдер опять. Ну, я уже не хочу. Это Валдер с Фьюри сейчас начинается. То Валдер лучше, то Фьюри лучше. Кто за кого болеет, безусловно, те выгораживают своих бойцов. Ну, раз уж начал читать, я зачитаю и постараюсь прокомментировать. Валдер говорит, когда ты дерёшься в Америке, должен доминировать. Безусловно, правильно он говорит. И то, что... В принципе, ребят, этому Фьюри всегда везёт. Так чемпионские пояса не забирают. Ну, хотя он и не забрал, но вот возьмись и с Джошу. У человека четыре чемпионских пояса, правильно? И вот так вот на Тоненького забирать вот эти пояса... Ой, у Кличко... А я вот Джошу сказал, извиняюсь. У Кличко четыре пояса было, правильно? И вот так выйти на Тоненького и их забрать. Ну, да, ты чуть получше. Но вот правильно Валдер говорит. В Америке так не... Вот, допустим, в Америке так не должно быть. В Америке там нужно именно побить. Именно перебить, именно нокаутировать, именно зрелище показать. Чтоб поняли, что ты забрал это заслуженно пояса. Потому что, ну как это так? Человек столько времени, столько людей перебил. Правильно? Любой чемпион. Сами подумайте. И тут выходит какой-то. Пофектовал, проубегал, на три раза больше попал. И на тебе все пояса. Это что такое? Это полный беспредел. И в тот раз не нужно было Фьюри отдавать пояса, когда с Кличко вышел. Пока бы нормально не отбоксировал. Потому что, когда начинается уже вот это, стоят рефери, ну, рефери, когда руки держат, и все замерли. И крестью-то стоят. Ой, кто же выиграет? Этот или тот? Раз этому руку подняли. Ура! Он и не думал, что ему поднимут. Или раз этому. Все, ура! Мы ему подняли. Так не должно быть. Когда ты забираешь чемпионские пояса, я считаю, нужно вот встали они, рефери взял за руки. Уже все. Вот этому человеку поднимут руку 100%. И чтобы не было ни у кого вопросов. Правильно? Вот так надо забирать. А не так, как сейчас вот. И сейчас поэтому бокс скатывается. Потому что некоторые и фанаты, и болельщики, некоторые приветствуют вот это фехтование, вот это на тоненького, вот этих бегунков, прогунков. И они вредят боксу, эти болельщики. Поэтому нужно как-то избавляться вот от этого. Нужно переучивать фанатов, а фанаты, чтобы не болели вот за таких боксеров, которые боксируют, ну как фиктуют, как любительщина, в любительской манере вот это. Проубегал, прокидал там что-то, бля. Так не должно быть, друзья, в профессиональном боксе. Вышел драться, хочешь забрать пояса, значит, дерись, значит, забивай, добивай, блядь. А не так, стой, жди, убегай. Попал, как в суперсерии. Попал, стоит, как-то бить, блядь. Ну что это за боксер? Попал, стоит, выжидает. Что ты выжидаешь? Иди, дерись. Иди, боксируй. Ну правильно? Чемпион же должен быть таким. А это встали и даже не знают, и мы не знаем, кому руку поднимут. Ну, будем думать, ребята, все это изменится со временем, конечно. Все это поправится, и люди поймут, какой бокс нужен и как нужно болеть за какой бокс именно. Далее, ребята. Василий Ломаченко. Я не хочу избивать Пакеау. Он престарелая легенда. Вася, ты, дружище, не, как сказать правильно, не жалей Пакеау, так как Пакеау хочет боксировать и хочет драться. Если выгодно, выходи и боксируй, и дерись, и побеждай. Потому что Пакеау так не считается, что он престарелая легенда. Он себя считает. Но он легенда, конечно, безусловно. Но пока человек боксирует и выходит, никакого снисхождения не должно быть. И лучше, думаю, Василий Пакеау побоксирует, чем с тем же... Представляете, забыл. Ну, со Спенсом, как его. Подскажите. Майки Гарсия, елки-палки, вот тут живешь, забудешь, как кого зовут. Вспомнил. Чем с Майки Гарсией, конечно, лучше с Пакеау побиться. Я так думаю. Ну, менее опасно. Все равно. Несмотря на то, что ему 39 лет, он является чемпионом по версии WBA и может дать конкурентный жесткий бой. Вот так вот, друзья. Далее. Далее, 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 далее. Что тут у нас интересного? Ну, тут Дилео Уайт умничает. Он пока нам не интересен. Пока с Чесоры не побьется, правильно? А потом усик ну, выйдет на кого. Там уже мы об них поговорим. Ну, вот Флойд Мэйвейдер. Помните, что бой против Носукавы это развлекательный бой. Да мы помним уже давно, что ты развлекательные бои начал проводить. И для чего проводишь? Кстати, вот этот Носукава он намного меньше Флойда Мэйвейдера. И кто не знает, ребята, будет бой длиться по правилам бокса будет длиться всего 3 раунда и без судей. Как-то вот без судей. Ну, что там ребенок с отцом будут биться, биться, не биться, как это назвать, даже не знаю. Ну, короче, шоу. Кто вот хочет смотреть, это вы не бокс смотрите, а рестлинг. Помните рестлинг, когда стульями там бьют, все думают, что это по-настоящему. Не все. Некоторые думают, что это по-настоящему. Видишь? И их не убедишь, что это не по-настоящему. Люди же всякие есть. Чудики, правильно? Это будет то же самое, я думаю. Так. Дальше, дальше, ребята. Ну, здесь Валдер, Флойда Мэйвезера, младшего, хейтером называет. Хейтером. Ну, это уже, это уже выше всяких сплетен. Это уже мы не будем, ребята, обсуждать, кто там на кого крикнул, кто там на кого квакнул, фрюкнул. Диметрию Сандрада, ребята, арестован за незаконное ношение оружия. Интересно, что за ствол у него нашли. Ну, наверное, пистолет, я так думаю, с автоматом же он не будет ходить. Офигеть. Вот это воин. Диметрию Сандрада. Мало ему денег в боксе. Решил еще рэкетом, наверное, заняться. А может, себя так охраняет. У них ведь там как, не поймешь правильно. Какие законы, что там. Так, далее. Далее, далее. Промоутер Амир Хана хочет, чтобы Амир Амир хочет, чтобы Амир Хан дрался с Келлом Бруком, а не с Терринисом Кроуфордом. Правильно делает, потому что, ну, сейчас Кроуфорд опять ему башку отобьет, и какой он хер, попрыгульчик в этом. поймает его в прыжке, как даст, у него аж ноги подлетят. Вот и все. А нокауты постоянно тоже, ребят, какие бы деньги не были, ну, как-то. Или будет сушить бой, вторым номером бегать, вот, по кругу, бегунком вот этим. Сделается, правильно? И так, ну, проведут бой ни туда, ни сюда. Хрень, короче, всякая начинается. А вот самое интересное, ребята, то, что Хусе Пидраса обещает победить Ломаченко во имя Пуэрто Рико. Но еще не это самое здесь интересное, а то, что я увидел, то, что этот человек, Хусе Пидраса, думает в правильном направлении. То есть, чтобы провести, сейчас о победе не буду я, ребята, говорить пока, потому что то, что он говорит, это еще нужно реализовать. И я увидел, что мысли его двигаются у Пидраса в правильном направлении. В каком плане? В плане того, что он говорит, чтобы боксировать с Васей. Помните, когда я еще раньше говорил, когда еще никто не высказывался, выиграть Васю как? Длиннорукому, хорошему боксеру. Да очень просто. Нужно работать на дистанции, в отходе. Правильно? Только на дистанции и только работать с дистанцией. Если ты в такой банере умеренной работаешь и часто выбрасывать руки. То же самое сейчас хочет сделать Пидраса. То есть, не подпускать Васю на панчерскую дистанцию, на среднюю. Потому что Вася постепенно превращается в панчера. То есть, перебить соперника, забить. Он, наверное, этим и хочет нас удивить. Ну, там посмотрим, ребята. Может и не этим, может и ошибаюсь. И поэтому, Пидраса, видите, что говорит, нужно работать только на дистанции и много выбрасывать руки. Совершенно правильно. То есть, только человек подходит. Бросил, на отходе, шаг назад, выброс, 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 выброс. Работать вторым номером. И если он будет работать так, то у него есть шанс, и у него есть шанс продержаться все 12 раундов и довести до решения судей. Вот в чем беда, друзья. Но чтобы эту беду предотвратить, Васе очень быстро нужно двигаться вперед. Правильно? А двигаться вперед нужен блочок, естественно, чему я, помните, раньше всех учил. Трениров. Я же боксеров не учу, ребята. Я учу трениров великих, чтобы они тренировали правильно боксеров своих. Или, значит, двигаться вперед с блочком, быстро резать углы. Ну, Вася умеет резать углы, но сближение нужно. Как он справится со сближением? Сейчас я не буду говорить, какие моменты нужны, чтобы сблизиться. Я думаю, они с папой своим все это должны, ну, естественно, должны знать подход к сопернику на среднюю дистанцию. Потому что, хоть и говорят, то, что Ленарес намного круче некоторые эксперты, педрасы, но я их поправлю. Ленарес, это еще раз повторюсь, это односторонний, это однобокий боец. такой правильный, прямолинейный, без вопросов. То есть, быстрые руки, манеры вот этой любительской, работа на дистанции, функционалки ноль. То есть, ноль в каком плане? То, что если умеренно человек работает, да, он будет с ним работать, там, 12 раундов. Если агрессор, то все, Ленарес выдыхается. Педраса лучше, чем Ленарес по технике. По технике лучше, намного, чем Ленарес. Он может больше, чем Ленарес. Он даже, видите, понимает лучше бокс, чем Ленарес. Ленарес не знал, выходит с Васей, не знает, что нужно, нужна функционалка. Как это так? Не знает, что нужно, нужно работать на дистанции с Васей. Потому что Ленарес сам работает только на дальней дистанции, он же на ближней вообще практически не работает. Только дистанция. А когда партнер близко подходит, Ленарес все стоит, руки поднял, блок слабый, все удары пропускает, и не знает, что дальше делать. То это другое. Этот на ближней дистанции может работать. Этот на средней дистанции может работать. И чтобы языки поотрывались у тех людей, которые говорят, которые не разбираются в боксе, и говорят, что у Ленареса техника лучше, у Ленареса. У Ленареса только жестче удар. Все. Только пожестче удар. Хотя и Ленарес не нокаутер. А во всем остальном Педраса Ленареса превосходит. И в держалке превосходит. Сколько он, помните, пропускал. И сейчас он понимает, что нужно. Но как он это воплотит, это вопрос, ребята. Это мы и посмотрим. Воплотит в жизнь. И хватит ли у него функционалки для того, чтобы работать на отходе. Это же, как я раньше, помните, рассказывал. То, что в отходе энергии нужно гораздо больше, чем в наступлении. То есть, если ты в отходе работаешь, выбрасываешь руки, постоянно двигаешься, ты больше движений ногами делаешь. А тот соперник, который, а тот боец, который режет углы и старается сблизиться с тобой, он, естественно, шаг делает, а тебе надо 2-3, чтобы его обойти. Видите, нужна функционалка еще больше, чем просто стоять, боксировать. Поэтому для пидраса это будет... Ну, будет проблема, не будет, ребята. Завтра посмотрим. Сегодня мы просто собрались, но это мне уже понравилось, то, что пидраса мы хотя бы мыслит в правильном направлении. А раз мыслит в правильном направлении, значит, он понимает, что нужно делать, а, естественно, нам должен преподнести хороший и зрелищный бой. Правильно? Потому что он прекрасно, наверное, тоже понимает то, что Вася сейчас будет соревноваться с Джерон Тим Дэвисом, правильно? То, что пидрас является таким своеобразным тренажером, то, что до 7-го раунда наконтирует его или после 7-го раунда, или бой до конца, до решений судей дойдет. Вот в чем интрига, ребята. И, ну, Вася пока, ребята, я не знаю, в какой манере хочет нас удивить. Он немножечко как-то в секрете держит, в отличие от пидрасы. Пидраса, видите, взял и сказал то, что нужно делать правильно и сказал, в принципе, правильную вещь. Потому что длиннорукому бойцу рубиться на ближней, средней. Вася же на средней в дистанции вообще сейчас хорошо работает. Перебивает там с уходами, блочок держит, заходит. Это его. Но Васе нужно, чтобы соперник стоял. Вот как Ленарос. Встал, как кол, и все. Вот тогда он, да, будет его разбивать, заходить. И то с Ленаросом заходы эти не получились, конечно, ни один заход. Поэтому уже другой бокс начинается. Уже без этих заходов, без этих обходов. Ну, посмотрим, что нам предоставит пидраса, друзья. Так, ну, еще что тут интересного. Не отпускайте вы меня, хотите, чтобы еще, еще вам что-то рассказывал. Ну, давайте еще одну сплетенку скажу. Что хочет со всеми драться, и с Вальдорами, и с Фьюри, все разговоры, разговоры, а реальных дел пока, пока нету реальных дел. Ну, все равно будут они, ребята, боксировать, безусловно. Вот Арум хочет, чтобы реванш провели у Вальдор с Фьюри. Реванш нужен, чтобы точки над «и» ребята поставить, безусловно, чтобы вот эти вопросы все отпали. Безусловно. И там уже, конечно, Джошуа никуда не денется от победителя. Пулев, ребята, претендент. А, вот Джошуа может, ребята, ускрепстись, конечно. Вот смотрите, Джошуа тоже ведь боец интересно, правильно ведомый. Не с Ортисом, видите, не дерется. А ему Курбата Пулева предлагают. И, возможно, этот бой состоится. Пулев это 26 боев, 13 нокаутов, не нокаутер. Прекрасно с Хьюи Фьюри мы видели его бой, скучнейший, ужаснейший бой. Таких боксеров вообще выгонять надо с бокса, как вот этот Хьюи Фьюри. Это плохой пример для подражания для молодежи, потому что они ничего с этой техникой никогда не добьются и не пробьются. Или нужны связи. чтобы за уши взяли и тащили. Тогда да. И, конечно, Джошуа этого Пулева уничтожат в одночасье. Ну, а такой, знаете, пусть недорогой, но... Нет, Джошуа-то дорогой, Пулев недорогой, но вот этот лакомный кусочек забрать деньги без большого ущерба для здоровья, я думаю, Джошуа не упустит. Все-таки насчет этого Валдер получше, попроще, как-то, правильно? И я думаю, он со всеми дерется и будет драться. Так, Ломаченко и Пидраса провели заключительную пресс-конференцию, они там показывали мастеры-классы. Ну, он, кстати, знаете, что, Пидраса, он на сантиметр выше Линароса. Видите, в чем дело? Будет повыше. Размах рук, правда, не знаю какой. Ну, тут Лебедев, Дениска, куда без него? Вот, ну, хочу уже закончить сегодняшний с вами разговор. Тут Денис Лебедев, как мы его, этого чудного боксера обойдем стороной? Не хотел бы драться с Усиком в России, Дениска, дерись там, где тебе уже предложат, Господи, ну, что уж ты, блядь, там хочешь, там не хочешь, все уж ты решаешь, депутат наш, ненаглядный наш депутатишка. Там, где скажут, там и будешь драться с Усиком, не знаю, будешь, не будешь, блядь. Ну, это второй вопрос, ребята. Это все равно было бы интересно. Просто Усику это нахер не надо, правильно? Да так бы я с удовольствием посмотрел вот это избиение. Так, ну, тут еще что-то так. Арум хвалит Гвоздика. Вот Арум иногда, видите, правильные вещи говорит. Сказал Арум, что Гвоздик умен, умен в ринге. Сейчас стал умен. До этого был как бы не очень. Но это от бойцов, ребята, зависит. Вот чем выше боец, чем проявляется интеллект боксерский. Умственное развитие боксера, конечно. Если до этого усик был никакой правильный до этого боя, не помню с кем там, но не столь важно, то здесь уже, видите, совсем другой человек. Хан тут хейтит и Мэйвезера, и Нацукава. Ну, Хан, видите, я так понял, то, что он все-таки с Оскаром Далахой трется. Поэтому он всегда на виду, на слуху, с какого перепугаю. Ну, гляжу, с Оскаром сидят, наверное, тот его как-то хочет на Амирхане какие-то деньги, наверное, заработать. Вот везде его, везде его показывает во всех новостях, высказывания его нам демонстрируют. Ну, и все, ребята, а то мы с вами так и будем. До боя Ломаченко и Педраса так и будем разговаривать. Всем удачи, друзья. Ссылка на Телеграм в описании. Подписывайтесь, конечно, и в чат Боевая провинция тоже в описании напрямую ссылка. Ну, и в Ютуб, конечно, подписываемся, не пожалеете. У нас и правда, и честность, и все здесь, конечно, ребята. И бокс настоящий, и техника настоящая. Все, всем удачи, друзья, здоровья вам!